Звездного времени суток вам пилоты. Буквально на днях была проведена презентация демо-версии игры под названием X4 Foundations. EgoSoft с гордостью рассказали нам про будущее игры, ну а мы предлагаем вам послушать, о чем они рассказывали на Gamescom 2018. Приятного вам просмотра. Мне кажется, я могу с чистой совестью сказать, что космический симулятор X4 Foundations имеет большое количество возможностей в космосе. Вселенная стала еще больше. Но вам не нужно знать ранние игры с 1999 года или читать много мануалов, чтобы наслаждаться X4. Мы очень сильно постарались соединить эту необъятную вселенную, чтобы даже у новичка сложилось впечатление, что он путешествует по вселенной с далеким прошлым. Одно важное отличие в начале. То, чего многим раньше не хватало. Да, вы можете почти на всех кораблях летать во вселенной. От маленьких истребителей, где вы пилот, двухместных кораблей и до больших кораблей, где может базироваться большой флот. Ты можешь гулять по мостику и отдавать команду экипажу через карту и наблюдать, как они повышают свои навыки или можно просто сесть в капитанского кресла и самому управлять кораблем. При этом, самой большой сложностью для нас было соединить все без швов. Это будет особенно видно, если вы захотите поменять станцию на корабль. Вы идете по станции, взбираетесь по лестнице в корабль, летите на нем к большому фрегату и пересаживаетесь. На фрегате летите на корабль-носитель и там приземляетесь, чтобы подняться на капитанский мостик. И это все без загрузочных пауз и катсцен. Даже если вы прыгаете через врата. Ик 4 это последователь других Иксов. Был целый ряд событий, которые за последние десятилетия привели Икс вселенную к большим переменам. Целые цивилизации отделились от домашнего мира. И это большой кризис для многих. Но теперь с началом Ик 4 видно лучшее будущее. И у тебя, как у игрока, есть шанс это будущее формировать. Так как Икс 4 имеет динамическую вселенную. Экономика, политические союзы, структура вселенной, все динамическое. Вместо сборных линейных действий, эта игра имеет множество адаптируемых историй. И это причина, по которой мы можем сказать, что это величайшая песочница. Не только по той причине, что это большая вселенная. Но и из-за влияния на вселенную, на которую ты, как игрок, можешь оказать. Возьмем, к примеру, экономику. Конечно, в начале игры ты можешь торговать. Это одна из характеристик Иксов. Не потому, что ты должен, ведь существует много возможностей стать богатым. Хотя поторговать придется, если товар украден или обокрал другой корабль. Возможно, ты уже торгуешь на своем первом корабле, на котором сам летаешь. Расширяешь его благодаря своей прибыли. Потом купишь другой корабль, чтобы на нем торговать или оставишь оба и будешь ими командовать на расстоянии. Далее построишь флот из больших торговых кораблей. Потом возьмешь огромный корабль, который будет за раз перевозить большое количество товара. Потом построишь станцию. И это следующее отличие Иксов, но это здесь лучше развито. Благодаря новой 3Д карте, ты можешь любой вид космической станции, фабрики или верфи полностью сам построить из модуля. Это привносит нам не только творческие возможности, но и особенность, на которую влияет динамическая экономика. Так как это дает возможность построить лучшие самодостаточные фабрики. Уникальные фабрики, которых раньше не было. Для фабрик тебе, конечно, понадобятся ресурсы. Здесь ты тоже можешь сам выбрать, будешь ли добывать руду и собирать сырье, или пошлешь корабли с командой, которые все сделают за тебя или заплатишь другим фракциям за готовый продукт. И снова полная свобода. Тебе не обязательно все это проходить, но если ты решишься и сам будешь добывать руду, то тебе будет это интересно. К примеру, на маленьком боевом корабле с дополнительными лазерами для добычи ресурсов и небольшим грузовым отсеком, или на корабле, специально предназначенном для этих целей. Самому добывать руду будет еще интереснее, если объединить это с исследованиями. Можно много чего найти среди автоматически сгенерированных предметов, или же расставленных вручную разработчиками. Это приводит к живой захватывающей вселенной. В их 4 мы добавили много классных интересных вещей, которые ты можешь делать и этим самым открывать очень редкие ресурсы, сокровища, артефакты. Например, твой скафандр. Ты можешь покинуть свой защищенный корабль и отправиться на древнюю станцию, или поискать в закромах у огромного астероида дорогие кристаллы. Как и другое в этой игре, можно улучшать свой скафандр, чтобы воевать или закладывать бомбы на станции или шпионить за секретными данными. Все равно, чем ты занимаешься, но через некоторое время ты начнешь серьезно в себя инвестировать. Это, конечно, будет зависеть от твоего стиля игры. К примеру, ты построишь большой флот, чтобы вести свою войну, а не выполнять маленькую миссию другой фракции. Или создашь большую империю, чтобы потом охранять ее от врагов и пиратов. Врагов будет много, если сам станешь пиратом. А можно играть по миссии, быть пиратом, полицейским или военным. Большие силы были положены на интерфейс пользователя, особенно в 3D карту. Это делает нам игру с большими возможностями доступной и легкой в контроле. ИК-4 поддерживает все возможности управления – мышка, клавиатура, джойстики. Обычно твое управление стабилизирует компьютер корабля, но это можно отключить для продвинутого управления или для реальных приключений. Но есть еще одна функция. Мы называем ее адаптивное управление. Ты, конечно, сам можешь настроить осевое управление. Но если ты хочешь, игра может сама автоматически анализировать настройки корабля и перестроить твою мышку или джойстик под корабль. Конечно, ИК-4 стоит только в начале еще новой саги. Мы постарались по возможности создать большую вселенную для релизов в этом году. Создали несколько фракций – Аргоны, Теляды и Парониды с разными экономиками. Парониды, к примеру, религиозные фанатики, разбились на два лагеря и воюют между собой. Конечно, существует еще много разных врагов, такие как пиратские кланы. Также есть пресловутые ксеноны. Это раса машин с продвинутым искусственным интеллектом, которых сделали люди для помощи и завоевания космоса. Также в будущем будут дополнения и расширения. Больше рас, кораблей, станций, миссий. Конечно, для этого надо время и деньги. Но наша цель – создать первое расширение примерно через год. Время и цену мы сообщим вам позже. На сегодня все. Спасибо, что были с нами. Если эта информация вам была интересна или полезна, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. А также вступайте в группу ВК по игре. Ссылка будет в комментарии от автора, чтобы не пропустить важные новости по игре. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok